Черепашье озеро – особо охраняемый объект, высыхающий с каждым годом всё больше и больше. Совсем недавно здесь обитала большая популяция редкого вида болотной черепахи. А теперь и её след простыл. На минувших выходных в социальных сетях появились видеоролики очевидцев. По их словам, массовый замор черепах в этом месте, возможно, произошёл из-за экологической катастрофы на реке Усманка, которая случилась в декабре прошлого года. Ну, вчера проезжал на машине, здесь мужчины ходили в пакеты, собирали этих мёртвых черепашек. Я спросил вчера, для чего? Ну, пригодятся, типа этого. Ну, я видел, два пакета, ну, такие полиэтилен собрали. Сегодня что-то не видят, но собрались все. Черепах сегодня и правда не видно. Ни живых, ни мёртвых. Несмотря на действующую госпрограмму Воронежской области по охране окружающей среды и природных ресурсов, качество водных ресурсов ежегодно ухудшается. Уровень воды падает, озёра мельчают, а животный мир, обитающий там, погибает. К сожалению, всё дошло до того, что мне вот позвонил друг, который приехал сюда с ребёнком, и видел плавающих вверх пузом, прошу прощения, черепах. Ну, видимо, это произошло потому, что как раз уровень воды, который упал, и промёрзло озеро настолько, что черепахи, к сожалению, выжить не смогли, даже впавшие в симбиоз. Жители Новоусманского района обратились к губернатору с просьбой взять под охрану природный объект. Мы получили на руки отказ со ссылкой на то, что, во-первых, это объект не областного уровня, а федерального, что у нас тут надо бюджетное отношение как-то упорядочить, чтобы получить деньги. Ну и вообще-то давайте подождём. Вдруг снег растает, дожди пойдут, и с Божьей помощью это всё как-то оживёт. Неравнодушные жители сами готовы очистить дно озера от ила, который смуровал родники. Но сделать это самостоятельно нельзя, иначе штраф. Приходится ждать, и ждать, видимо, долго. По данным Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, экологической катастрофы на Черепашьем озере нет. Гибель особей могла произойти из-за того, что озеро промёрзло до самого дна. Кроме того, некоторые воронежцы, которые выпускают красноухих черепах водоём, заведомо обрекли животных на смерть, ведь условия зимовки для них ещё более критичны. Взаимосвязь между гибелью черепах и загрязнением усманки, говорят, безосновательна, поскольку озеро не является пойменным и даже в сильный разлив не имеет связи с рекой.